доброго времени суток дорогие друзья да сейчас опять снимаю в начале 2 но у меня такая вот замечательная штука вот я наконец-то решила сделать пирожки а вот сейчас попробую они еще горячие стекло горячие о какая красота а вот делаются слушайте элементарно вот начинка такая вкусная начинка не по рецепту это я от себя тина делала в общем у меня получается сразу мне закончилась такая вот мивина мясная достаточно специфическая в принципе мясом чем-то отдает на таким химическим мясом вот но вот эти вот штуки они незаменимы вообще в принципе приготовки у не обсе время улетела ну ладно вот и я в начинку добавляла вот кетчуп тоже уже последние капли были и говорится все что под рукой кетчуп шашлычный натуральный макеев принципе достаточно пикантный средняя такая острость о острость у него идет вот сделала два вида начинок сделала с капустой молодая капуста уже у нас стала появляться а вот все это мелко на терку и на сковородку перемешала с остатками специй там буквально чайная ложка какая была а вот с кетчупом все это тушилось на вот очень вкусно получилось вообще просто персик компотик чуть всю начинку не съела ну и не знаю не знаю почему они более бледные получились вот пирожки у меня еще с начинкой скрабовой вот уже мелко резала у меня кошки хотят их уже попробовать давайте развернем потому что я еще не пробовала тесто слоеное нам право ей понравилось а вот я так себе возьму один пирожок так если мне вообще кошки позволят потому что уже на коленях стоят мы его разломаем вот что у меня какая начинка получилась она когда вы трете на терку капусту ты у вас она получается очень миленькая и хорошенько ты хочешь не к ну что там там предварительно лежали пирожки у меня вообще сластена и по выпечке спец ребята вообще отменно дело по рецепту который в ю тубе увидела слоеное тесто вот первый раз вообще в жизни делала короче берете 400 грамм муки 135 грамм подсолнечного масла пол чайных столу пол чайных ложки соли все это перемешиваете и потом добавляется до 150 грамм воды но надо видеть у вас тех тесто такое рыхлое получится когда доливаете она должна получиться мягкая такой очень эластичная классная у меня вышло 130 миллилитров воды я посмотрела на вот то есть может пойти и меньше поэтому воду в последнюю очередь добавляете тесто оставляется стоять 20-30 минут чтобы она вот впитала масло очень хорошо стало еще более эластичным делится на 14 частей но вот я сделала на 16 в итоге у меня такие они малипусенькие получились а вот еще подождались минут шарики эти в принципе мне кажется может быть можно и не ждать ну не знаю я делал как вот говорилось вот раскатываем в тонкая тонкая то есть у меня вот было я на доске деревянное дело у меня была видна фактура дерева а вот тоненько положили начиночку неважно какую как вам больше нравится по вкусу завернули значит заворачиваем вот сверху по бокам и ролик скручивая вообще изумительно хрустящее тесто получилась красота посмотрите какое оно тонко вообще супер главное все не съесть хотела завтра бабушке принести вообще изумительно в конце перед тем как вы уже ставите в духовку до смазываете желтком вот у меня получилось что на капустное хватило желтка больше она те меньше поэтому те такие менее менее поджаристые получились и нам нужно 210 градусов меньше не ставьте блин у меня получилось что я снизила немножко температуру зараза упала до 170 градусов но я не увидела в итоге у меня вместо 20 минут положенных пришлось еще 20 минут ждать пока температура нагреется а вот ну давайте я быстренько разломаю какой-нибудь маленький пирожок который скрапываем палочками тоже очень здорово мы здесь да у меня так как крабовых палочек было меньше ну буквально четыре штучки а вот то тут стоит толще то есть получается чем тоньше вы раскатаете тесто тем больше у вас будет вот этих вот слоев на слоеная получится но в принципе тоже очень здорово сейчас попробуем то же самое хрустящая но в варианте он послушай как то мне кажется то есть в принципе если начинка жидкая то она вот влагу свою даст и тесто получится у вас мягкая при этом хрустящая и будет очень здорово все ребят не могу остановиться очень вкусно запивать буду кефиром вот всем приятного аппетита большое спасибо за просмотр и до новых встреч пока пока